Возникает вопрос, а бывает ли такое состояние в жизни человека, когда он не может прийти в себя? Давайте откроем еще одно место в Евангелии. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. Евангелие от Матфея, 13 глава. И вот здесь Иисус говорит свою знаменитую притчу о Сеятеле. И после этой притчи ему задают вопросы, почему ты там притчами говоришь? И вот смотрите, 13 глава, 13 стих Евангелия от Матфея. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце их, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. «Ваши же очи блаженны, блаженны ваши очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Пророк Исаия, а после сам уже наш Господь Иисус Христос, цитирую эти слова, говорит о таком состоянии людей, когда они смотрят и не видят. То есть, конечно же, они видят что-то свое, но не видят, что есть. Они слушают, но не слышат. Конечно же, они слышат что-то свое, но не то, что есть на самом деле. И вот такое состояние, когда человек не может прийти в себя, а находится в мире вот этих иллюзий, да, вот, вот, не в себе он находится. Он приводит к тому, что написано, эти люди не могут прийти, и Бог их не может исцелить. Здесь говорится о покаянии, да, об изменении, о возрождении душ. То есть, смотрите, это состояние человека, который не может прийти в себя, это состояние, когда человек не может покаяться. Кажется, подожди, подожди, Виктор, как это не может покаяться? Все люди могут покаяться. Конечно, если человек кается, Бог ему прощает. Но порой вот это состояние покаяния должно быть состояние реальности. Ты должен видеть, в чем ты должен каяться. То есть, ты должен видеть, что тебе необходимо в жизни изменить. Только так ты можешь покаяться. Это изменение мышления. А если ты не видишь, что тебе менять? А если нечего тебе менять? Незачем каяться? И вот это вот метаноия, да, изменение мышления, покаяния не происходит. И сколько, дорогие, таких вот людей, которые находятся в состоянии, да, вот как вот этой притче о сети, или когда вот придорожная почва, ничего попасть уже не может. Человек затвердел. Затвердел в каких-то пониманиях, представлениях, да, вот затвердел. И он не хочет видеть реальность, не желает слышать реальность и не может покаяться. Я понимаю, что это звучит неоптимистично, но это правда. Потому что греховная жизнь – это не просто неправильные поступки, это внутреннее растленное состояние. Это растленное состояние может быть таким, что человек не способен осознать, что не так что-то в его видении, в его картине мира, в его жизни. Он не может это увидеть. Все хорошо, все нормально. А если все хорошо, все нормально, в чем каяться? Вот он и не способен покаяться. Он и не кается. Конечно, конечно, он может что-то такое сказать. Господи, прости, вот эти все религиозные придумки. Вот прости, пожаловать. То есть вот эти фразы он способен сказать. Но измениться внутренне, преобразовать свое мышление – нет. Вот этого не происходит. Не происходит. И мы видим в Писании примеры этому. Я хочу один из примеров вам привести. Может быть, не все обращали внимание, в послании к евреям в 12 главе есть история про Исаава. Помните, было два брата. Исаав, а второго как звали? Не помните? Яков. Яков и Исаав. А папу звали как? Исаак. Исаак – папа и два сына. И помните, кто был старшим? Исаав был старшим. Кому нужно должно быть благословение первенца, отцовское? Исааву. Но Исаав свое первородство продал за чечевичную похлебку. Все мы любим чечевицу, особенно когда она хорошо, вкусно приготовлена. Но все-таки ни одна самая вкусная чечевица не стоит Божьих благословений. И вот посмотрите. В послании к евреям в 12 главе 16 стих автор вспоминает эту историю и пишет такие слова. «Чтобы не было между вами, обращается он к верующим, какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, но не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Если вы смотрите не на экранчике нашем, а в тексте, вы обратили внимание, что слово «отец» здесь написано курсивом. Обратили внимание? Курсивом. То есть слова «отец» в этом тексте нет. Это добавил переводчик, потому что он посчитал, что так будет лучше для смысла. Но в действительности, если мы с вами посмотрим, то здесь написано по-другому. «Он не мог переменить мысли, хотя и просил о том со слезами». И что интересно, здесь вот это слово греческое, которое у нас переведено «переменить». В греческом тексте это знаете какое слово? «Метаноия». Покаяться, изменить мышление. Там и стоит это слово «метаноия». То есть этот текст говорит не о том, что папа был упрямым и злым. И тут он говорит, ну папа, нет. Ну папа, нет. Ну как вот обычно в наших семьях происходит. Здесь произошло то, что Исаф, он уже был не способен к изменению мыслей. Он был не способен покаяться. Если человек способен покаяться, Бог прощает человека. Но есть состояние, когда ты не способен к покаянию. Ты так затвердел в своих мыслях. А мы знаем, что Исаф, он был человеком каким? Земным. Я не говорю, что Яков был идеальным. Но он был несовершенным Яков. Однако он стремился к чему-то высшему. По крайней мере, благословение оценил. Старший же брат Исаф не ценил благословение. Ему там охота, рыбалка. А, мужики? И не ценил. И вот эта жизнь привела к тому, что человек входит в такое состояние, когда он уже не может меняться. Он не может переосмыслить свою жизнь. Он не может переосмыслить свои поступки. В том числе то, что он совершил в прошлом. И из-за этого он не может покаяться в настоящем. Это ужасное состояние, потому что сколько бы нам не было лет, даже будучи пожилыми людьми, чтобы будучи пожилым, оставаться по-настоящему внутренне молодым, ты всегда должен быть готовым к изменениям. Печально, когда мы вырабатываем какую-то, знаете, вот... Ну что такое старость? Правильно говорят? Это же не годы, это состояние. Когда уже вот есть колея, и ты едешь по этой колее, пока смерть не разлучит вас. Но внутренняя молодость, ты готов к изменениям. Ты не говоришь, вы чего? Вы посмотрите на мой возраст. Вы посмотрите на мой жизненный опыт. Уж кому-кому. И тебе кажется, что ты все уже понял. Уж кому меняться, так не тебе меняться. Кому каяться, не тебе каяться. И поэтому часто пожилые люди впадают в эти состояния деменции, умопомрачения, когда вот эти иллюзии, иллюзии, они наполняют их разум. И они думают, что все так, а все уже давно поменялось. До сих пор помню один пожилой брат, который все хотел нашу молодежь научить пользоваться логарифмической линейкой. Ему объяснили, что сейчас вообще время искусственного интеллекта. А ему казалось, вот это надо. Вот ну, им же в 60-х годах надо было. А сейчас что? Как-то уже много что? Иначе. А эти люди, они живут там где-то, остались 60-ники, 80-ники там где-то, знаете? Вот они вспоминают эти свои дискотеки 80-х. Выплясывают в прошлом. Танцы прошлого, под музыку прошлого. И кажется, вот все. Хотя, смотришь на них и думаешь, да, из мавзолея, не из мавзолея, а из музея. Из музея словно люди вышли, да? Поэтому драгоценные, сколько ни было нам лет, там 70-80. Хочешь оставаться в старости, плодовитым, сочным и свежим, как пишет нам пророк Божий? Учись воспринимать вот эту реальность. Учись. Учись меняться. Учись преобразовываться. Не впадай вот в это состояние, когда тебе кажется, что вот так оно, все есть. Готов будь поменяться в мыслях. Я понимаю, это тяжело, когда тебе там 70-80 лет сказать, я не прав, я заблуждался. Ты как так? 70 лет, что он говорит, как не прав? А вот даже в 70, даже в 80, даже в 90, не знаю, кто сколько собрался жить, вот уметь остановиться, прийти в себя и признать. Если ты в чем-то был неправ или неправильно воспринимал, или был введен в заблуждение, или твоя жизнь была не такой, и поменяться.